Всем привет, с вами Эд. Это вторая часть видео про съемку бутылки с одной вспышкой. В этом видео я вам расскажу, какие фотографии получились, как их я обработал в Lightroom, каким образом я их совместил в Photoshop, что у нас получилось. Собственно, вот. Давайте приступим. Итак, давайте посмотрим, какие же у нас фотографии получились. Смотрите, это первая фотография. Тут мы видим отчетливо Octobox. Кстати, в предыдущем видео я рассказываю, почему именно такая схема света, почему именно один источник, почему именно Octobox и так далее. Поэтому обязательно в описании ниже я дам ссылку на первое видео, чтобы вы его посмотрели. Эта фотография сделана в самом-самом начале, такая тестовая. Дальше мы поместили между Octobox и бутылкой рассеиватель. Получилась такая фотография. И дальше нам нужно было подсветить уже как бы саму бутылку. Мы добавили мой чудесный зеркальный картон. Получили таким образом небольшой блик и подсветили правую часть этикетки. И добавили длинный-длинный кусок известного белого материала для того, чтобы создать длинный ровный блик на левой части бутылки. И подсветить левую часть этикетки. Дальше нам нужно было справиться вот с этими плечами бутылки. И вообще в принципе с краями бутылки, которые у нас пересветились. Поэтому я использовал флаг. То есть можно было использовать сразу два флага, но я использовал один сначала с одной стороны. И потом с другой стороны. Для того, чтобы получить более четкие границы бутылки по краям. Вот все фотографии, которые у нас получились. Давайте загрузим их Lightroom. Нам нужны будут только три фотографии. Вот это без флагов, с флагом с правой стороны и с флагом с левой стороны. Так, вот фотографии загружены в Lightroom. Давайте быстренько пробежимся по настройкам. Я включаю свой профиль камеры, созданный предварительно. Я не буду вам сейчас показывать баланс белого по мишени. Тут у нас нет никаких принципиальных моментов. Ну, можно для примера ткнуть куда-то вот сюда. И посмотреть, на плюс 12 это много. В районе плюс 3 меня устраивает. Смотрите, плюс 5 уже в розовый уходит. Минус 1 уже в зеленый. Так, эта бутылка на белом фоне, она будет вообще на белом фоне. Мы ее вырежем. Поэтому у нас сильно ничего не интересует. Немного поднимаем тени. Можно приглушить Highlights без фанатизма тоже. Поднять немного Lights. Можно включить наш прекрасный пересвет на гистограмме. И до тех пор, пока мы сильно не полезли уже внутрь бутылки и вот тут вот на плечо. Вот таким образом обработаем. Ну и плюс нам нужно еще добавить резкость. Давайте быстренько посмотрим. Ну, в резкость добавляем на свой вкус. Пусть будет 89. Не принципиально. Больше мы ничего креативного с этой фотографией не делаем. Берем, применяем настройки на все три фотографии. И экспортируем их. И загружаем в Photoshop. Мы загрузили наши три картинки. Есть разные способы загрузки в Photoshop документа по слоям. Ну, я реально по старинке пользуюсь самым тупым методом. Вот это наш основной кадр будет. Тут нет ни одного флага. Так-то мы берем правый флаг сюда вставляем и берем левый флаг сюда вставляем. Просто выделив Ctrl-A всю область, вырезав и вставив в этот кадр. Смотрим, что у нас бутылка стоит на одном и том же месте, не шевелясь. И нам нужно маски создать на бутылках. Причем, если вы просто нажимаете на кнопку маски, она создается белой. А если зажав кнопочку Alt, она создается черной. Ну, это легко исправить, нажав Ctrl-A на клавиатуре. Что мы здесь делаем? Вот тут у нас был флаг справа. Поэтому мы берем мягкую кисть. Необязательно такую большую. Необязательно такую маленькую. И белым цветом возвращаем силуэт бутылки. То есть те, где нам это необходимо. Все, смотрите, какая разница получается. И на левой стороне бутылки мы проделаем абсолютно то же самое. Буквально это занимает секунды. То есть, ну, грубо говоря, можно было сэкономить это время, поставив два флага. Но в видео, в предыдущем, вы можете посмотреть, что я флаги держал в руках. Из пультика щелка камеры. И поэтому у меня времени это ни там, ни здесь не занимает практически. Дальше мы нажимаем Ctrl-Alt-Shift-E для того, чтобы создать новый слой без бэкграунда. И тут нам нужно уже вырезать эту фотографию. Давайте сразу создадим слой с заливкой белым цветом. Поместим его под бутылку. Для того, чтобы вам сейчас долго не показывать, как вырезать объект с фона, я воспользуюсь Magic Wand'ом. Это не самый хороший пример, как вырезать что-то с фона. Но для быстроты он нам вполне подойдет. Зажатый клавишей Shift я щелкаю по всем областям, в которых я считаю, что должно быть выделение. Дальше нужно проследить за тем, чтобы Feather Selection был не очень большого радиуса. Чтобы у нас не сильно размазанный был край в бутылке. А потом вот эти области, которые у нас остались, мы выбираем Pen Tool, которым в принципе нужно пользоваться для выделения сложных объектов. Как-нибудь я сниму видео по этому поводу. Там также выбираем Feather Radius 1 пиксель. Хоп-хоп-хоп-хоп. Очень все быстро и легко. Но это, конечно, с опытом приходит. Но я думаю, что самое главное это практика. Вот. Дальше я обычно беру и очень в тупую также выбираю лассо. Тут я накосячил, но я все равно так сделаю. Эээээ, мышка залезла. Окей, вырезаю бутылку, вставляю ее, удаляю фон, на котором остались наши прекрасные отражатели, которые позволили сделать эту картинку. Ой, сорян. Так. Ставлю бутылку примерно где она будет. А теперь я беру резинку. Вот это и, да. Hardness ставим на минимум, а размер примерно на 1000, что ли. Ну, 1100. Вот. И, в общем-то, удаляем. Все не нужно. Я думаю, что это можно было сделать как-то более красиво. Если взять пипетку, у нас везде тут будет белый абсолютно цвет. То есть у нас бутылка полностью с фона вырезана. Все, мы получаем вот такую фотографию. Я потом ее кадрирую в 4 к 5. Ну, вот каким-то таким образом. Зачем-то он мне... Ну, ладно. Поправляю бэкграунд. И все. Теперь нам нужно еще разок сделать Alt, Ctrl, Shift, E. Чтобы получить схлопнутую картинку. Все нижние слои можно убрать в папочку. Если вы вдруг хотите когда-нибудь к ним вернуться. А если нет, то это не важно. И потом этот слой мы применяем. У меня есть Action, Smart Sharpen называется. Я этот Action использую для того, чтобы готовить фотографии к публикации в Instagram. Как-то долго все это было. Вот. Подробнее о том, из чего состоит этот Action, можете посмотреть. У меня в видео в описании ниже тоже дам ссылку на него. Итак, друзья. Получилась у нас вот такая вот фотография. 100% она выглядит вот так. А, ну, я бы что еще сказал. Я бы еще Pen Tool'ом. Даже вот на такой фотографии можно сделать такую штуку. Просто Pen Tool'ом. Блин, закрасить нафиг белым. Эту штуку неприятно. Можно много чего было сделать, конечно. Тут нам это, в принципе, не нужно прямо сейчас. Вот. Вот таким образом у нас получилась фотография. Надеюсь, вам эта информация была полезной. Я не говорю, что нужно делать именно так, как я сейчас показал. Я лишь делюсь своим опытом. Например, я вот из косяков вижу. Блик вот этот мог бы быть длиннее и быть вот тут вот на бутылке. Вот этот блик у нас есть, а правого нет. Потому что тупо картонка с серебристой частью была ниже. Еще можно было почистить вот эти вот горлышко неровные бутылки. Можно было вот тут что-нибудь почистить. А вот это вот края стола. То есть расположение бутылки относительно стола не очень удачное. Но для демонстрационных целей вполне себе нормальная картинка. Буду рад, если вы воспользуетесь этими двумя советами. И выложите, например, фотки в Инстаграм и отметите меня на этих фотках. Либо просто отметкой «эд Эдуард Жуков», либо какой-нибудь хэштег. Ну, что-то я пока не придумал хэштег. Либо просто в личку мне скидывайте, я посмотрю. Если увижу какие-то ошибки, вам подскажу. А на этом на сегодня все. Спонсор этого видео Кирилл, который предоставил сам того не зная мне этот вискарь. И Катя, которая задала вопрос, как я с одной вспышкой снять несколько бутылок для интернет-магазина. Ну и как обычно, если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк. Если вы впервые на этом канале и хотите побольше узнать о том, как фотографировать еду, можете на него подписаться. Если у вас есть какие-то предложения или вопросы, можете написать их внизу в комментариях. А еще в описании к этому видео и вот прям вот здесь где-то есть ссылка на закрытое сообщество по фудфотографии. Если вам интересно развиваться в этом направлении, можете подписаться и тогда мы с вами напрямую будем общаться. Все, всем спасибо за внимание, пока!